здравствуйте мои дорогие с вами дмитрий трофимов а это но это я и вы находитесь на моем канале сегодня мы с вами поговорим о словесной импровизации а именно как стать мастером общения ну за счет конечно же словесной импровизации и если вы будете тренироваться не только дома вы будете тренироваться и в общественных местах и сегодня я продемонстрирую как это можно делать вы реально станете мастером общения что вам нужно для того чтобы тренировать общественных местах словесную импровизацию вы берете телефон как будто вы с кем-то разговариваете и вы же помните да нужно взять какое-то слово например слово какое мы возьмем небо можно взять слова можно взять слово стол можно взять слова очки то есть у вас уже подготовлен ряд слов которые вы сегодня будете тренировать и например дома у вас не получилось потренироваться или вы потренировались дома но при этом вы также можете потренироваться в общественном месте. Вы берете телефон. Все, я наконец-то взял телефон. И сейчас я буду говорить о небе. Но при этом буду говорить так, как будто я рассказывал какому-нибудь другу либо друзьям. И это нормально, что я кому-то что-то рассказываю. Словесной импровизацией вы как раз этим и занимаетесь. Окей, поехали. Мишка, Мишка, привет, как дела у тебя? Как дела? Да, да, да. Допустим, вы в общественном транспорте едете, тоже хотите потренироваться. Слушай, я сегодня гулял по улице. Такое небо голубое. Я так соскучился по нему. У нас же сейчас весна. У нас наконец-то весна. Ну, может быть, это зима, лето, осень. Неважно. И вот я вижу это небо, я смотрю на него и мне хочется летать. Мне хочется летать. Представляешь, как птичка. Лететь в небеса и наслаждаться вот этим полетом, этим воздухом, который все мое лицо обветривает. Это так классно. И самое главное, когда я смотрю на небо, помимо того, что мне хочется летать, я просто наслаждаюсь этим небом. Я вижу, какое оно голубое. И у меня от этого повышается настроение, Мишка, это просто прекрасно. И когда у меня повышается настроение, мне сразу же хочется это настроение передать другим людям и сказать «посмотрите на небо, посмотрите на небо». Чтобы у вас было такое же настроение, как у меня. Потому что небо оно прекрасно. И, кстати, вы же знаете, что если вы смотрите на небо, иногда там бывают облака. И если там есть облака, то вы можете представить, что какое-то облако, например, похоже на какое-то животное. А вот я смотрю сейчас на небо и вижу не животное, а вижу немножко такое, не буду говорить, что, пошловатое немножко, но такое тоже бывает, тоже смешные облака, они бывают разные. Это был пример словесной импровизации слова небо. Вы видели, что я сначала открыл одну тему, опять же, там было именно, все так же касалось темы неба, но потом переключился на другую тему, но все равно это было небо. Сначала это было просто хорошее настроение, я хочу его передать другим. Потом я говорил о том, что когда ты смотришь на небо, иногда там бывают облака, и не бывают там разные формы, и можно там поиграть своим воображением. Это все словесная импровизация. Но давайте возьмем еще какое-нибудь слово, опять же, используем телефон. Допустим, представим, что мы едем, опять же, в маршрутке, может быть, какой-нибудь, да, в трамвае, в метро, и вот хотелось потренироваться по словесной импровизации. Какое мы можем взять слово? Ну, допустим, давайте окинем взглядом, что есть за мной. Что вы видите? Что вы видите? Вы видите дом, вы видите дорогу, вы видите автомобили. Давайте возьмем что-нибудь сложное, попробуем. Вот там я вижу где-то труба. Труба. Давайте возьмем слово труба. Здравствуй, Левтина. Как у тебя дела? Слушай, я тут решил, что нам жизненно необходимо камин. Всем нам нужен камин. А когда туда дровишки подкидываешь, там дым же идет вверх, да, то есть нас спасает от того, чтобы мы не вздохнулись, труба. И вот когда я смотрю вот на это все, что человек придумал же такую систему, придумал вот эту вытяжку, придумал вот эту трубу, чтобы оттуда выходил дым. И фактически получается, что нас этот дым спасает, да, спасает от того, чтобы мы не вздохнулись. И, а почему именно труба, вот именно круглая, есть же труба квадратная, а почему не сделает какую-нибудь ромбовидную, да, тоже интересно. Почему какие-то классические трубы. Ну, квадратные, кстати, я тоже видел сегодня. Но вот мне интересно, вот есть круглые, есть ромбовидные. И вот мне бы хотелось, например, чтобы была паралепипед, например, я хочу. Вот, возможно ли такое сделать? Вообще это прекрасно, что мы можем додуматься до такой системы, что нас спасает эта труба. Мы можем додуматься, что наши технологии все-таки идут вперед. И я, кстати, видел совсем недавно, тоже по улице шел, видел, ну, не паралепипедную трубу, а видел, ну, действительно какую-то специфическую. Там она была разукрашена в какой-то такой яркий цвет, такой, знаете, такой зеленый, ярко выраженно зеленый. И там были всякие разные, называются они, муравьи, муравьи были там. И такие зеленая травка, и вот они там ходили. Кто-то разукрасит, представляете, трубу у кого-то было хорошее настроение. Может быть, он хотел порадовать своего ребенка, и он подумал, сейчас я разукрашу. Я сфотографировал, тебе, кстати, Алифтина отправила эту фотку, посмотри. Это была импровизация, словесная импровизация про трубу. Ну, надеюсь, вы поняли, как это все работает. Вы используете телефон, и вы тренируетесь в общественных местах. Я напоминаю, ребят, что тренироваться по словесной импровизации, это очень полезно. Потому что она прокачивает ваш ум. Вы начинаете говорить намного интереснее. Это очень важно. Помимо этого, вы можете передать информацию так цепляюще, что человек будет слушать вас очень внимательно с открытым ртом. Ну и вообще, словесная импровизация вам пригодится везде. Там, где вы будете общаться, везде вам пригодится словесная импровизация. Напоминаю, у меня есть ВКонтакте страничка, у меня есть паблик, у меня есть Телеграм, чат, заходите туда. У меня есть Инстаграм, у меня есть Фейсбук, и у меня есть Ютуб-канал, вы сейчас там находитесь. Подпишитесь, чтобы посмотреть и не пропустить еще видео, которые будут выходить. Также напишите комментарии, что вы думаете по поводу использования телефона в общественных местах, чтобы потренироваться по словесной импровизации. Напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Я на все это отвечу, почитаю очень внимательно. Я вчитаю все ваши комментарии. Ну все, а я что еще могу сказать. Пока, и как минимум, да, кстати, я желаю вам хорошего настроения, 2 миллиона долларов. Пока. Что вам нужно для того, чтобы тренировать... Что вам нужно для того, чтобы тренировать в общественных местах словесную импровизацию? Телефон, говорилка. Что вам нужно тренировать в общественных... что вам как тренировать с помощью телефона и вашей говорилки